Грассмановы числа И мы с вами последний раз сосчитали, ну показали, скажем так Что интеграл равенопроизводный Вот, ладно, мы дальше продвинулись, мы посчитали вот такое Я их там альфа, наверное, называл Альфа-1 Альфа-n Альфа-n Альфа-n-альфа Что это некая константа Вот, значит, это у нас были Грассмановы числа Разные, да А это матрица обычных чисел И вот это было определить Вот Ну и хорошо Еще я вам вводил такую функцию для примера Ж от альфа-бета Которая была 0 7 от альфа Альфа-бета 3 от альфа-бета Вот И мы считали от нее интеграл вот значит интеграл этот был равен чему кто помнит да 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 очень хорошо вот теперь последний сюжет который мне здесь нужен это вот давайте заменим переменные а именно следующим образом что вот наши альфа-бета это некая матрица цель на альфа-штрих бета-штрих а именно c1 1 c1 2 вот нам просто нужно будет заменять переменные в интегралах по красным числам и вот мы соответственно их заменим на вот этом примере вот значит да правильно вот давайте и посмотрим что будет значит что мы хотим мы хотим чтобы это был дикий интеграл под альфа-штрих бета-штрих вот опять-таки от нашей функции g вот но тут вот не альфа-бета будет а ну я вот так напишу цена альфа-штрих бета-штрих вот то сюжет альфа-штрих бета-штрих значит да вот и у нас должен быть некий якобиан перехода вот который понятно будет просто числом я его тут вот помножить я могу его куда-нибудь в центр написать но чтобы мне не мешал потому что все равно число я его тут помножь вот значит из обычных чисел из обычных чисел да вот потому что я говорю что ну вот мои два грасманных числа это линейный комбинация но других двух красных чисел вот значит что будет д альфа-штрих бета-штрих вот и я значит беру просто подставляю вот что у меня получится соответственно у меня получится же 0 плюс g1 там альфа альфа у меня это соответственно вот это штрих плюс 2 х вот вроде бы так да ну и понятно сразу что вот это вот все она так дружно умирает вот потому что только одно красное число интеграл по двум да вот остается вот что-то отсюда ну и давайте посмотрим что это будет это будет интеграл д альфа штрих д альфа штрих вот мы скажем можем взять ну нам нужно разные брать поэтому это будет c11 на c22 вот ну и минус наоборот вот ну этот интеграл чему равен вот этот ну замечательно соответственно минус же ниже 3 а это вот что вот это определитель c да вот хорошо вы начну минус g3 это у нас то что было определитель c это вот и кабин перехода должен сократить вот ну вот он и сократит мы его возьмем обратно соответственно определитель c вот и того если это обобщать далее то что у нас получится что у нас получится что если у нас есть какой-то интеграл по грасманным числа какой-то функции это у меня будет значит тут у меня будет и тут я должен написать и кабин перехода который будет соответственно д что у нас вот так правильно написал или нет ну хорошо вот вот смотрите если бы это у меня были обычные числа да то я бы как действовал то у меня вот тут было бы наоборот да понимаете ну это обычный закон а тут у нас получается что у нас закон обратно вот этим отличаются интегралы по грасманным числа это можно делать там в общем виде неком но это время займет вот какой-то радости жизни я не прибавить вот понятно как это будет путь и непонятно хорошо так значит и зачем мне это все надо грасманным числит хорошо нам не нужны фермионы значит фермионами у нас будет делать так значит вот у нас есть поляпси икс ну в точке икс и мы будем говорить что вот давайте это у нас будут поля грасмановых чисел вот то есть в каждой точке икс есть некое грасманного число с неким там действительно коэффициент ну комплексно вообще горякой в центре вот при нем вот и в каждой точке икс у нас такие числа стоят то есть у нас есть поля там много вот и рассмотрим вот такой объект интеграл вот си икс тут у нас что икс вот такой объект значит ну даже пока вот тут тут может стать любой оператор да вот ровно из тех же соображений из которых вы выводили вот это теперь у нас много вот это были просто числа дать а теперь функциональном интеграле у нас стоит такой вот интеграл в каждой точке икс да и соответственно у нас будет чему равен этот интеграл это некая константа вот помножить на определитель вот этого оператора вот мы через некоторое время научимся считать эти определители пока я их вот пишу как вот некий объект сегодня последняя сложная лекция не переживайте да в каком объекте ну вот смотрите я говорил что мы вводим дискретизацию да в каждой точке икс это вот некое произведение интегралов вот дпси икс то вот этих икс сколько-то да ну и тут вот дпси икс бартсов это у нас грасмановые числа так это сумма почему они сейчас так раз они фирменные пале антикоммутируют так поэтому мы можем их представлять как грасмановые числа они у нас обладают всеми теми же свойствами вот поэтому нам грасмановые нужны были бы вот так и дальше мы используем вот этот интеграл который мы вводили в прошлое пси это имеет сколько компонент да это спино то есть у него есть компоненты скажем так цветовые да и лоренцевые сейчас как это пси и т это по цвету у нас да и еще у нас она тоже и т к то я так напишу да значит к у нас меняется от чего до чего это скажем от 1 2 3 4 ну или там 0 1 2 3 да это 4 лоренцевских индексы так вот и еще и у нас три цветовых индекса да вот соответственно у нас вот столько вот полей вот и по каждому из них мы в общем интегрив так каждый полей то независимым вот поэтому эта матрица она очень многоразмерная да вот и по каждой каждая из этих переменных это как нам говорят независимое грасмановое число и мы используем вот это выражение хорошо чё не хорошо я сказал расскажу я не могу все сразу вот это некий объект вот ну можно воспринимать мы взвели дискретизацию это некая матрица это ее определить матрица большая да вот просто вопрос там чуть не делал да как ее вычислить мы ее к концу занятия постараемся вычислить где у меня константа вот тут я не слежу за вот каким-то общим множителем ровно потому что она у меня сократится как вот раньше так кто-то приходил погодил и ушел хорошо дальше для фирменов мы введем наш объект хорошо дальше для фирменов мы введем наш объект производящий функционал для фирменных полей а также как мы его вводили для скалярных в смысле бозонных обычных полей это будет вот этот объект да все бар вот вот Вот, теперь у нас два источника. Второй источник это для полей Пси-Бар, источник это для полей Пси. Да, потому что у нас было скалярное поле, это самое бозонное поле, действительное. И оно состояло из одной компоненты, Фи. А тут у нас комплексное поле, у него две компоненты Пси и Пси-Бар. Вот для него два источника. Значит, когда у нас источники равны нулю, мы получаем предыдущий объект, который мы знаем. А когда они не равны нулю, мы можем по ним дифференцировать, получать функции Грина, как и раньше. Вот, чтобы это сделать, как мы раньше действовали? Мы говорили, давайте мы Пси сдвинем так, чтобы убить вот эти линейные члены, да? Помните? Вот, мы их убиваем линейные члены, у нас остается квадратичный член по Пси-Новому, который, ну, точно такой же, как без источников. И нечто зависит только от источника, да? Которое содержит в себе обратный оператор к вот этому. Значит, ну, здесь можно сделать так же, если мы вспомним, значит, И, П за шляпой минус Н на уравнение Гирака, да? То есть минус Игрик. Это у нас И. И, да, не так, это минус Игрик. Вот, с точностью до вот этой И. Чтобы все было хорошо, тогда мы можем сдвигать, чтобы Пси равно Пси-штрих в какую сторону? В. Значит, Д, И, С, Игрик. Так, вот, вот так. Это у меня Икс, Икс. Это у меня будет, сейчас. Придом. Что? Это Грассманово число. Да, как иначе. Да? Ну, вот, смотрите. Тут у нас два Грассманово числа и какой-то там оператор обычный, но не в действующий, да? Ну, и тут у нас два Грассманово числа. Тут тоже. Ну, это новый, некий совершенно независимый набор. Я по ним продифференцирую их, убью, и все. То есть, ты в силовом образовывал, ну, двое, а это самое? Ну, двое. Это инструмент, он не несет нагрузки физически. Ну, вот, здесь ток это, если хотите, да. Смысл его в том, что нам по нему надо будет потом продифференцировать, его загулить. Но больше пока ни в чем. Вот, поэтому мы его и держим. Вот, значит. Так, что я тут делаю? Это Y, значит, тут DY. Вот, так. И, наверное, надо. И надо. Вот. Вот так. Да. Значит, я это все туда подставляю. Насчет икобианов мне не нужно думать, поскольку это просто сдвиг икобианов, если равно единице. Вот. Что у меня будет в итоге? да ну вот смотрите я когда подставлю линейные члены у меня будут ну вот эти останутся да я скажем вот этот подставлю тут у меня будет d вот это обратно к этому d да они сократят друг друга и квадрат не даст минус единица не умрут мы 2 также умы вот поэтому останется тот что был значит то что был от штриховных полей и останется значит член с вот такой ну и знак отсюда можно сообразить какой будет значит если я подставляю скажем вот это у меня и квадрат дает мне минус таких 2 вот мир то есть со знаком минус отсюда и отсюда придет ну отсюда соответственно знаком плюс придет сократиться как раньше вот такое дело и теперь да да с плюсом ночи плохо ну господи ну поменяйте замену если это неправильных сам да нет правильно и вот ну вы понимаете что надо сделать а дальше как вы берете делать где никуда не делся у нас стоит хорошо теперь теперь если я дважды продифференцируем значит сначала скажем по наверное лучше так потом так вот вот такой объект то что я получил значит z от это это бар вот он написан да причем интегрируется у нас по 70 бар тока вот этот кусок а этот отдельно и мы можем сказать что когда я буду дифференцировать я буду дифференцировать вот это я буду дифференцировать вот это один раз по это продифференцируем меня спустится это вниз второй раз по это продифференцируем не останется только d ну как и раньше в итоге это будет вот этот самый же от x минус один вот это с одной стороны а с другой стороны если я буду дифференцировать вот это выражение то у меня получится что это интеграл интеграл депси соответственно пси икс пси икс пси икс вот то есть формула такая же как было и раньше только что не так сейчас гляну каких беру ну я их беру вот так хорошо вот так будет без знаков да ну вот сначала я беру поэтобар вот, ну что этот бар будет ближе стоять к интегралу если я сначала беру поэтобар, то тогда мне нужно их откоммутировать лишний раз ну и вот знак лишний вылезет вот что? где? а, ну конечно да, 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 тогда x и y хорошо так, тут был тут что? все хорошо? ладно 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 теперь теперь если что-то не так говорите громче так вот тут есть сюжет, который в прошлый раз спрашивали я сейчас изложу я сейчас изложу некую такую карикатуру на показательство ну раз уж надо да, про функции Грина все-таки вот эта вот функция Грина, да, ведь это функция Грина и все остальные это функции Грина, да? вот и неплохо бы знать, как из них получать сечение это называется редукционная формула так Лемона по-моему, даже так да? ну, может быть, для мы две там каких-то точно есть я вот пока так напишу Лемона ну и в Циммермана, наверное, тоже говорят вот вот а Лемона а Лемона а Лемона вообще всего по-другому значит хорошо значит для начала пример вот пример пример значит емью рассеяния значит значит ну а что ну это оно будет емью рассеянием начало просто вот такая функция Грина значит Пси-бар скажем в Х1 Пси в Х2 значит Пси там какой-нибудь а, Фи-бар в У1 Фи в У2 тоже, да значит и все это по вакууму Т произведения вот это пусть поля электронов а вот это соответственно меонов так вот совершенно и вот вот такая вот значит вещь функция Грина, да как ее считать и как ее считать значит как ее нужно считать ее нужно считать так нужно вспомнить что тое произведение если мы представление взаимодействия будем писать так Х1 Х2 вот так, да то тут у меня стоит Е в степени вообще говоря С от всех этих самых полей там ну еще поле А электродинамическое да вот и мне нужно вот это вот просто раскладывать в ряд взаимодействия да это не полное действие а взаимодействие да, вот мне это нужно раскладывать в ряд вот я это буду раскладывать вот скажем у меня есть четыре точки x1 x2 y1 y2 знаменатель есть чудесно если быть совсем педантом то у меня есть изменения меня он интересовать не будет вот значит вот у меня есть четыре точки вот эти да я буду вот это действие раскладывать и когда я буду рассказывать у меня много чего будет но в частности лагранжен взаимодействие выглядит так он выглядит значит интеграл dx psi с чертой а со шляпой psi ну там минус и е да еще есть вот и тот такой же для фи да взаимодействие с электронами взаимодействие с мионами чудесно вот когда я буду это все спускать я должен потом спаривать операторы да вот значит подразумевается что где у меня будет там а какой-то окрест нет вы меня просили как это связано вот с обычной теорией я расскажу как это делается в обычной теории и потом перейду туда функция грина еще раз функция грина вот это я расскажу как вот это получать с помощью функционального интеграла теперь мы говорим давайте мы как из вот этого получить сечение вот такие штуки мы получать умеем ну условно с помощью функционального интеграла надо теперь из них делать сечение если я правильно понял то вопрос был в этом вот вот я говорю пример то есть у тебя фи и пси это сейчас операторы фи и пси это такие вещи вот сейчас я напишу в сторонке мне все равно пригодится которые вот здесь и там здесь это гизенберговское представление тут представление взаимодействия вот ну это вам не рассказывали вы мне хотите сказать ну их рассказывают для чего-то вот я ее сейчас и применю значит я не буду писать дальше знаменатель поскольку если вы хотите что да я только что сказал что такой же лагранжан для полей фи господи что вы такие все педантичные и уберу да правильно так и вот тут стоит вот вот это и так знак заряда произволен вот это вообще говоря не совсем ко мне относится да так вот это будет убивать всякие вакуумные диаграммы но мне наплевать сейчас на это значит теперь вот что у меня будет под т произведением стоять у меня будет стоять пси х1 пси х2 фи у1 фи у2 с чертой дважды спущу вот это соответственно пси пси спущу вот плюс это будет член порядка и квадрат и будут другие и так далее они мне не интересны ну и что я вижу я спарить это все могу ух вот это я спарю с этим вот это я спарю с этим это я спарю с этим это я спарю с этим это спарим друг с другом это понятно но вы должны были это делать когда то вот и того что у меня выйдет у меня выйдет в конце концов что это е в квадрате пропорционально да Значит, что у меня будет? У меня будет два интегрирования DZ, DL Стоять Вот А тут будут пропагаторы Тут у меня будет стоять пропагатор Значит, от X2 Фермионный Докуда? От X2 Значит Сейчас Скажем так Вот у меня есть точка Z, точка L Я их где-то тут нарисую Вот у меня есть точка Z Точка L Ну и пропагаторы, ясно дело У меня вот такие будут Потому что по-другому я спарить не могу Это понятно? Вот Вот я их так и напишу У меня будет D от X2 до Z Тут у меня будет Гамма-мю Дальше у меня будет D от Z Это пропагаторы поля Пси Это пропагаторы поля Пси Значит, D от Чего там? У2 до L Значит, Gам-рог D от L до Y1 И еще будет пропагатор От, значит, Мюро Фотонный От L до Z Вот, по нему будет Вот что нужно сделать Чтобы из этого получить сечение Которое мы обычно знаем Нужно вот эти пропагаторы Грубо говоря, все убить Вот, вместо этих пропагаторов Написать волновые функции То есть U с чертой соответствующие Тут написать U для полей Пси Тут написать Ну вот Пси Тут написать У с чертой фи Тут написать У фи Вот И Так как Написать еще Экспоненты Е в степени И Соответствующие импульсы Которые будут выходить Входить сюда И выходить отсюда Так, понятно или непонятно? Сейчас что-то Импульсы, откуда импульсы? Ну, если я в x-представлении Буду смотреть А не в импульсе Золоновая функция частицы Это U на E в степени И по x Ну, еще, грубо говоря На корень из 2e Вот То есть мне вот это дописать Если я хочу Вот честный элемент S-матрицы Так Это понятно или непонятно? Как бы и раньше было понятно Вот так это было Да? Так это было Так это было То есть Чтобы из функции Грина Получить элементы S-матрицы Нужно пропагаторы убрать Волновые функции Поставить С экспонентами Вот, собственно Вот и вся процедура Вот эта процедура Называется Вот эта редукционная формула Лимон-Семанчика-Симмермана Ну, вот единственное На этот момент Конечно Ты зачеркиваешь Нечто, что ты называл С функцией Грина И вставляешь Вот этот самый U Вот этот момент Я как бы Ну Вот Форейла Феймана Вот для этой диаграммы Как будет писаться? У с чертой Гамма Мил У Ты-ты-ты-ты Я говорила про правила Феймана И вот Как это связано с тем Что? Вот в этом Выводе D Нигде не звучало А я не говорю про правила Я говорю Я вычисляю функцию Грина Которая там нарисована Вот она такая Это понятно? Понимаешь, что ты Замечательно? Я когда помню Когда мы спаривали Вот эти операторы Вот эти вот там Си И так далее То у нас сразу получал Собун И никто это Никакой функции Грина Не называл Ну и что? Вот естественно Они их не называли Это был элемент С матрицы Я и говорю Как получить элемент С матрицы Из функции Грина Нужно взять функцию Грина Зачеркнуть внешний пропагатор Вместо них Написать волновые функции Конечных частиц А вот Мы просто берем руками Берем руками Да Понимаешь, что делать? Вопрос 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 Если хотите формальный вывод В теории поля Можно там потратить 10 минут Сделать его Вот Нет, нет В речи Про формальный вывод Так Значит, и того Редукционная формула Выглядит так Что? Так Неужели? Неужели? Значит Скажем Так Ну вот Я ее напишу Для скалярных частиц Чтобы вот эти У не писать Сейчас Там К1 и так далее КН С матрица Не знаю К1 и так далее КЛ Вот у нас Л начальных частиц Н конечных частиц Элемент С матрицы Вот то, что мы там Из чего мы получаем сечение Да? Это Значит, мы должны взять Мы должны взять Т-произведение От Фи Х1 Сколько их там Х1 Значит, Х1 Фи Игрик 1 Фи Игрик Л Вот Такую Функцию Грина Проинтегрировать Ее Проинтегрировать Ее Много раз Значит, что мы должны сделать? Мы должны взять Демю в квадрате Значит, что там Минус В квадрате Вот Действует на Х1 И так далее Там ХН Ну или до последнего Напишу Д в квадрате Д в квадрате Значит Игрик Вот это все туда действует Так? Вот Вот оно действует И Интегрируем Так Проинтегрировать С той стороны Да И П Сейчас напишу Потом обсудим Хорошо Х1 Плюс И так далее И К Н ХН И И Так Наверное Все И Мы интегрируем Д Х1 4 Д Игрик Л 4 То есть Все вот эти интеграл Так Так Ну на самом деле Если быть совсем точным То нужно написать тут Нужно написать тут И Степени L Плюс N З Степени Там Л Пополам У вас константы Перенормировки были? Да Ну вот Это константы Пренормировки в внешнем поле Вот Здесь вот в моем примере Этого ничего не было Мы считали В первом порядке Всего измущения Никаких петель нет Все константы Единицы Вот Да Оператор Который дает пропагатор Что я неправильно написал Минус дек Сейчас 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 У меня П Это и Д Вот Соответственно Нормально? Нормально Хорошо Вот Только Ну По-хорошему Я Экспор Так Вот Сделаю Чтобы лишнего Вот это не дифференцируется То есть Что происходит Мы говорим Мы взяли функцию Грина Значит Вот эти штуки Это Будут Дадут нам соответствующий Импульс Да Это будут пропагаторы Мы помножили На вот Как Некое количество Пропагаторов Отвечающих внешним концам Так Вот В результате Мы сократили Вот ровно Те вот Эти пропагаторы Которые там У него есть Во внешнем конце Сократили Вот И помножили На экспоненты Внешних полей Ну Которые Говорят нам Какие плоские волны Куда летят Взяли Фурье То есть Если Говорить Про В импульсном Представлении В импульсном Представлении А для такой Функции Грина Нам достаточно Просто Помножить на П квадрат И плюс М квадрат Сколько нужно Раз Ну и еще Некий коэффициент При этом Который Ну в общем Находится Вот Чтобы это сделать Формально Некие такие Вот Общие положения С теори поля Там аккуратно Пакеты строить Надо И так далее Это займет Долго Долго Но при Особым желании Я расскажу Вот Нет Это скалярные поля Если у меня Спинорные поля Я их руками Напишу Если у меня Спинорные поля То вот тут У меня будет Скажем П со шляпой Соответственно И Д со шляпой Минус М Вот скажем У меня там Было Значит Пси бар Пси бар Пси бар Пси бар Пси Например Было там Где-то Вот тут Пси Значит Сейчас я соображу Мне нужно написать Вот тут Будет У С какой-нибудь Стороны Значит Это конечная Частица Значит Я напишу Вот так У бар П Скажем Тут Кси бар Я должен Вот это Вот это У меня Заменится На пропагатор Да Вот это У меня Перейдет В Д Это У меня Перейдет В пропагатор Рано или поздно Это у меня Будет Единица На Пси На И Д со шляпой Минус М С каким-то Там Значит Ну с кем-то Оно спарится Да Вот это Убьет Ее Вот И поставит На ее место У от П То есть Если у меня Частица Спинорная У нее есть Волновая функция Не единица Как для скалярных полей Вот здесь Единички Да То я ее должен К пропагатору Добавить Вот Но идея От этого Ничем Не меняется Смысл в том Что функции Грина Имеют Простые полюса Простые полюса Отвечающие Пропагаторам Внешних частиц То есть Что такое Вот это Это В импульсном Представлении Единицы На П квадрат М квадрат Простой полюс По импульсу Квадрат Равно М квадрат И каждый из них Соответственно Мы берем функцию Грина И вычисляем Вычет Вычет Во всех Вот этих полюсах Вот это То что там написано То что там написано Это Фурье преобразование От функции Грина И вычисление Вычета Как мы вычисляем Вычет Мы помножаем Значит Ну если мы будем Читать Вычет От там З З З 0 Это будет Вычет Вот А что значит Взять Ф от З 0 Это нужно Вот это Все помножить На З Минус З 0 Вот мы на него И помножаем То есть Вот эта Процедура Назвается Мы взяли Вычет Из функции Грина В точках Отвечающих Постановке Внешних частиц На Массовую поверхность Вот то что я В прошлый раз Так сказать Вот это Говорил Некоторым Уважаемым Товарищем Вот По крайней мере Понятно Как связаны Функции Грина И элементы С матрицы Или непонятно То есть В дальнейшем Люди вот берут И считают Функции Грина Вот Нет Вчера Функции Грина А то что Потом Вы будете Брать Вычеты Это Многих Ужих Волнос Ну Возьмет Кто-то Вот Получили элементы С матрицы То есть То что Вы получаете Правильным Фильмом Вот смотрите Вы берете Функцию Грина Берете От нее Фурье Она Начинает Зависеть От импульсов Внешних Точках Вы Вычисляете Вычеты Вычет От этой Функции Грина В точках Когда П квадрат Равно М квадрат Значит Когда Внешние Вот эти Импульсы Становятся На массовую Поверхность Вот Что это Означает Что внешние Пропагаторы Вот такого Типа Вы просто Убираете Как появляются Константы Перенормировки Это вот Мы дойдем До перенормировки Я буду Рассказывать Вот Честно говоря Я хотел Это все Рассказывать Совершенно Не так Но Вопросы К этому Есть Или мы Пойдем К основной Теме Хорошо Если хотите Прямо Строго Строго То То Нет Ну Вы поняли Смысл Это Ну И чудес Я сомневаюсь Что вам Надо Как там Пакеты Разделяю Там Вот Это Вот Все Если не Поняли Спрашивайте Я Хорошо Но Можно Сделать Вывод Просто Я думаю Что к выводу Было бы Больше Вопросов Чем Вот К такому Показать Типа Как Мы Там Определили Не Буду В общем Эти Вопросы Забрать Я К себе Позагал Они У меня Есть Но Как Это Надо Где-то Останавливаться С Вопрос Вот Если Кого-то Интересует Немножко Более Такой Продвинутый Вывод Спросите Так Функции Грина И элементы С матрицы Функции Грина Это Произведение Или Средние Которые Мы Учисляем Функциональным Интегральным Интегральным Элемент С матрицы То что Стоит В сечении Когда Внешние Частицы На Массных Поверностях Так Следующая Тема У нас Вот мы Про Спинорные Поля Поговорили Про Скалярные Поля Поговорили Про Вектор Поговорим Итого Фиксация Калибровки Функциональный Натегральный Вот Значит Первое Как делать Не надо Вот Значит У нас Есть Алген Жан Ге Ян Милса Который Минус Одна Четвертая Ф Миню А Вот Такой Если Я его Напишу Распишу То Это Будет Дмю Амю Минус Дмю Амю Значит На Дмю Амю Минус Дмю Амю Амю Плюс Члены С Взаимодействия Члены Взаимодействия Дают Какие-то Вершины А вот Это Должно Дать Попагатор Вот Если Мы Будем Интегрировать По частям Вот То Что Мы Получим Мы Получим Так Откуда Мы Получим Что-то Типа Как Это Было В Электродинамике Тут Ничем Не Отвечает Электродинамик Кроме Буквы А Значит Амю Тут Будет Что-то Типа Дмю Квадрати Ж Миню Значит Я Сразу Плюс Правильно Дмю 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 Амю Вот Такое Будет Да Плюс Вот И Следуя Предыдущей Логике Мы можем Скажем Ну Давайте Напишем Вот Такой Интеграл Дмю Значит Есть Степени Значит Вот Как я Опишу Вот Добавим К нему Источники Значит Вот Опять-таки Сдвинемся Как мы раньше Сдвигались Вот Это у нас Получится Что Казалось бы Это у нас Получится Интеграл Ди Амю Е В степени И Чего не так Так Такой Подразум Пришел Вот В смысле Я ускорился Как бы Если что-то Не так Вы говорите А ускорился Я или нет Это в задачу Не входит Вот совершенно Значит Так Вот Эти вши Да Это С Вот Это Вот Вот Это Женю Источник Ведем Источник Ну Как мы делали Для скалярных полей Мы вводили Источник Помните Чтобы получить Функции Грин Ну вот Давайте Введем Источник У нас Их Четыре Будет Ну Если Ух Говорить Про А Их Будет Четырежды Сколько Там Четырежды Восемь Тридцать Два Их Будет Да Вот Ну И ладно Вот Значит Хорошо Потом Мы Сдвигаемся Как Делали Да Мы Получаем Значит Казалось бы Вот Этот З Без Источника На Е В степени Минус Интеграл Значит Там Должно Быть Вот Так Женю 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 Там Скажем Б Б Б Б От Икс От Иди Вот А Б А Б Вот Где Вот Это Пропагатор Так У нас Раньше Было Помните Вот Ну И Хорошо Вот Пропагатор Значит Ну Что Это Такой Пропагатор Пропагатор Это Оператор Обратный В Дэтм Оператор Да Вот Я надеюсь Что в кэде Вы показывали Что этого Оператора Обратных Нет Ну В смысле У него есть Нулевая Мода Да То есть Если мы Вот Этим Оператором Подействуем Скажем На Д Альфа То Вот Тут У нас Возникнет Д Квадрат А тут Возникнет Ну Д Квадрат На Д Мю И Тут Возникнет Д Квадрат На Д Мю Они Сократятся Видите Да То есть Что Вот Этого Оператора Есть Нулевая Мода Поэтому Он Не Обратит Вот Где Здесь Я Просто Написал Индексы Ну Это Некая Матрица По Ню У Этого Индекс Ню Этого Ню И По Цветам Так Верху Там А А Б Ну Это Неважно Это Просто Пример Так Все Равно Не Будет Потому Что Оператора Обратного Нет Вот В этом И состоит Проблема Зачем На Само Делеф Интеграм Наверное Нужен По Крайне Здесь Вот А В чем Причина Того Что Его Нет Причина В том Что У нас Есть Калибровочная Инвариантность И Вот Скажем Такого Типа Конфигурации Калибровочная Эквивалент На Нулю Вот Ну То Это Некий Кусок Калибровочного Преобразования От Нулевого А Вот Значит Что Нужно Делать Нужно Как То Факторизовывать От Факторизовывать Калибровочную Свободу Значит Пример Пример Что Много Примеров Конечномерный Пример Или Без Примеров Сразу Как Получается Да Ну Он Необротив Что Это Означает Что Пропагатора Нет Пропагатор Это Функция Обратный Оператор Да Вот Если Обратного Оператора Нет То Ну Вот Так Вы Пройти Не Можете Вы Не Можете Найти Пропагатор То Считать Что Там Даже По Теории Возмущения Вы В Принципе Не Знаете Как Вам То есть Это Можно Воспринимать Как Найти Пропагатор Да Вот Как Найти Пропагатор Ну Или Есть Оператор Как Найти Обратную Матрицу Обратный Оператор Конечномерный Пример Такой Значит Вот Есть Некий О Матрица Н на Н Вот Значит И Мы Будем Считать О Это Матрица Н на Вот Такое Выражение И От Единицы До Н Играл До И Сыта Так Ну Сумма Наверное Надо Писать Уже Значит Икс Кат О Эльта Икс Эльта Да Вот Вот Мы такое Уже делали Как-то С вами В прошлый Раз Как мы Это Делаем Мы Говорили Что Ну Вот Давайте Значит Введем Некую Матрицу R Значит Y Давно RX Соответственно Диагональная О С Волной Это R О С Р Минус Первый И у Меня будут Хорошие Матрицы Что Типа Там Dx Под Y Это Равно Детка Равно Днице Я не хочу Связываться С Детерминатом Пример Умех Право Делать Что Хочу Вот То есть Что Я Делаю Я беру Диагонализую Эту Матрицу Вот Что Будет Значит Единицы Дм Интеграл Диагрик Ит Диагрик Диагрик Ит Минус Вот тут Вот Соответственно О С Волной Ит К К Значит Минус Игрик К В Квадрате Получится Да Все Чудесно Ну Взял Диагонализовал Там Точно так же Как в прошлый раз Понятно Или нет То есть Подставили сюда Да Тут у нас Получилось Место О Р О Р Минус Первое Это Диагональная Матрица По О Вот Ее Соответственно Элементы Которые Стоят На Диагонали Ну И Раз Диагональная Матрица Просто Сумма Квадратов С Коэффициентами Да Хорошо Вот Теперь Диагональная Единица Теперь Это мы считали Это что-то Типа Пи На Чего там Значит Определитель О Ну В одной Второй Вот А что такое Определитель О Пи Тоже Какой-то Там Н Второй Значит Определитель О Это О О Один Один И так далее О Там Н Вот И если вдруг Вышло так Что скажем О И Равно Нулю При И Больше Там Как я его Н Н У меня Есть Это Вот Большое Н Везде Ходило Тогда Вот Это Большое Н Вот А вот Это Н Маленькое Так То есть Вот Сколько-то Из них Не нули А остальные Нули Хорошо Тогда Вот Тут Тут Уже Плохо Будет Да Плохо Будет Да Это Мне Не важно Вот Плохо Конечно Будет Но Уж Не совсем Это Можно Написать Вот Так Что У Есть Интеграл Значит И От Чего Там Сейчас N Вот Те Которые Нули Это У Меня Будет От N Плюс 1 Да До N Наверное Так Это Вот Те Которые Нули D Y И T Вот Написал Он 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 Множит На Интеграл D Y К К К От Единицы До N Правильно А тут Будет Ставить Е В степени Минус Волной Там Как К 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 То есть Вот Это У Меня Бесконечная Часть А Вот Это Себе Вполне Секонечная вот и я могу сказать что вот это некая константа такая вот которую на самом деле я вот там сейчас буду так делать вот то есть это вот некий множитель бесконечный помножить на вполне себе вот такой вот z с волной я так сказал вот хочу матрицу который если ли вы собственные значения все нет обратной как вот у этой вот мне тоже нет обратно у нее есть 0 собственное значение то счет функции в нее 10 0 получается вот это аналог значит вот этот вот z с волной азарь волной значит от о это что это вот что я в виду такие переменные введу такие переменные значит z это равно и это от x когда x когда и равно значит что там 1 и на самом деле все что угодно любые там функции от x какие-то там неважно какие вот когда и соответственно это n плюс 1 n вот так вот и напишу что z вот это от о это интеграл d z это произведение с таких интегралов от единицы до n большого всех по всем переменам помножить на есть степени минус сумма по n как katy значит z в квадрате катая помножить на дельта функцию от хорошо такой вот трюк понятно что я делаю вот здесь произведение только по первым н ненулевым слагаемым да вот мы говорим а мы вот по всем будем интегрировать но все вот последние напишем с дельта функциями вот что вот эти z равны нулю ничего не изменилось нет я взять беру только вот это вот это бесконечный констант стоит там себе стоит вот игры вот это у меня n маленькой кратный интеграл я могу сказать что это у меня n большой кратный интеграл но все вот остальные от n плюс 1 до n того дельта функциями положено в ноль просто все вот а тут вот как стоял так стоит и сумма по все тут все равно нулей ничего не изменился понимаете зачем сейчас будет видно вот это много хочешь мало получишь не совсем понятно ну короче бесконечные константы их можно отбрасывать бесконечным количеством способов то есть нужно какое-то правило выбор какой-то причем от этого примера хотелось бы ну какой-то намек на обоснование такого правила но введите конечные пределы и просто все так не просто железно справедливо нет я не говорю я думаю не про то насколько это справедливый строго выйдет а потому что такие константы факторизовать ну можно авторизу и по-другому ну да я к чему я другому что в этом смысле этот пример он должен был нам как-то дать намек на то каким образом мы и почему именно так мы это будем делать вот я своим студентам когда я другие курсы преподавал все выговорить терпение лучшее качество человека до терпение вот эта выкладка понятно или нет что непонятно спрашивать но казалось бы это же прям просто равняется вот это равна это за стильной вот этому куску после выключения бесконечной констант конечно пока единицы до n маленького как лучше да но все вот эти z и вот n плюс 1 они занулины и да это и есть z стильной вот я же написал что это бесконечная константа вот это это бесконечная константа вот это это z стильной да а тут он большой но это тем не менее одно и то добавляем руками да это такие вот трюки но они нужны сейчас будут сейчас увидите зачем да интеграл по z от дельта функции чему равен единички равен ну помножьте на n большой минус он мало единичек свое за стильды нормально спрашивайте дальше я сказал терпение я спрашиваю по процедуры как это вот значит вот z стильдой значит чё дальше-то z стильдой z стильдой значит очень хорошо вот это z да значит дальше пишу z стильдой равняется вот у меня было тут преобразование от иксов к игрекам да вот ну или к зетам если хотите да вот обратно и сделаю у меня получится интеграл произведение и от единицы дает большого до икс и т да икс и т вот тут у меня будет есть степени минус 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 вот то что было то что было то что было но у меня есть дельта функции Значит, z n плюс 1 от x z n от x И еще Так как вот тут у меня не знало что Тут мне еще нужно помножить на икобиан Перехода Это у меня был z Да z под dx, соответственно Вот Вот это тот же самый z стиль Только в исходных переменных Понятно? Я просто делал обратную замену В итоге Он у меня конечный себе интеграл Вот Выглядит он точно так же как предыдущий Но у него есть какое-то количество дельта функций Которые ставят нулевые моды В какую-то фиксированную точку И икобиан перехода между Соответственно вот этими функциями Которые задают нам эти нулевые моды И нашими x Вот То есть мы из Некого функционала Который вообще говоря не имеет обратного Выделили Те моды Которые как раз не имеют обратного Так В виде неких бесконечных сморочителей И Как помноженные в итоге они стали На некий Совсем всеконечный функционал Да То есть я правильно понял Что просто мы берем Грубо говоря Если мы говорим про а Или про вот это там Иксы Да И говорим А давайте мы вам запретим Ходить в те места Где градусов 0 Да И все Просто сужаем пространство Сужаем пространство То есть мы говорим Вот у нас пространство Натянуто на сколько-то векторов Причем вот сколько-то из них Имеют нулевые собственные числа Вот туда мы ходить не будем А по остальным будем Технически это выражается вот так Теперь Что у нас есть здесь Вот это наше действие Оно калибровочным вариантом Вот соответственно Если мы фиксируем какие-то а Да Некую конфигурацию полей И начинаем делать чистое калибровочное преобразование Действие не меняется Вот Это все равно Что мы меняли бы вот эти вот у Которые при нулевых собственных значениях Понимаете Действие при этом Никак не меняется Поскольку они помножены на нулевые собственные числа Понятно это или непонятно Вот При этом Нам Нас интересуют только физические конфигурации При которых действие там будет меняться Когда у нас что-то происходить будет Да Поэтому мы должны Вот наш Вот этот Лагранжан С ним сделать такую же процедуру Мы возьмем из него Диагонализуем его так Что у нас будет степень свободы Отвечающая за калибровочную свободу отдельно С нулевыми Так сказать Собственными значениями Да Которые дадут нам в конце концов Некую бесконечную константу И которая Как мы вот знаем Что мы все равно их делим друг на друга Да Вот когда функции Грин вычитаем Она и сократится себе Вот И останется кусок Производящего функционала Который нам будет давать Физически осмысленные вещи То есть Который будет Меняться При изменении А Понимаете Что я хочу сделать Изменение ничего А Ну полей Полей да То есть При Который В котором уже не будет калибровочной свободы То есть вот это будет С фиксированной калибровкой А то Отвечать калибровочной свободе И то что калибровки И калибровки Можно фиксировать по разному Калибровки можно фиксировать по разному Так же Вот эти вот G Можно выбирать по разному Совершенно Вот Понятно идея Кто не заснул, поднимите руки Ну да 50-50, да Вот здесь мы просто выделяем расходящуюся часть Вот сейчас мы делаем там то же самое Там чуть посложнее, но вот идея один в один То есть нам нужно найти дельта-функции Вот эти, которые нам будут фиксировать калибровку И найти вот этот икобиан Вот Еще раз Мы говорим и выбрасываем Вот у вас, скажем, есть две конфигурации поля Которые отличаются на калибровочное преобразование Они вам дадут одно и то же Соответственно И именно из-за того, что у нас есть преобразование Из одной конфигурации в другую Вот такое поле Не будет Будет нулевой модой вот этого вот оператора И поэтому пропагатор мы найти не сможем Вот А пропагатор это обратная матрица Соответственно Вот для Z с волной Мы сможем найти пропагатор Вот А для Z мы не сможем Эту обратную матрицу найти То есть мы говорим Мы фиксируем так, чтобы у нас был пропагатор И дальше мы с ним считать будем Еще вопрос Сколько у меня времени-то? 10, 15, хорошо Так Если нет вопросов То вот сейчас здесь это будем делать То есть вот это Это аналог того, что мы бы вот Пытались обратить вот этот С нулевыми собственными значениями еще Ну и мы не смогли То есть первое было Как делать не надо Второе было пример Соответственно третье Как делать надо Значит третье Фиксация калибровки Фиксация калибровки Вот Значит Я напомню Что Амюд этого Это Вот этого Амюд Минус Крест Вот калибровочное преобразование Которое нам по полю А Строит Поле А Тетовое С калибровочным преобразованием С параметрами Тета Помните? Я его выводил когда-то такое Из инвариантности Лагранджиан У Соответственно Это матрица Здесь степень Тета Тета Это Тета Та Как там Так Вот То есть У нас есть 8 параметров У калибровочного преобразования Это ТТА Да 8 параметров Мы хотим как-то фиксировать калибровку Мы скажем Ну вот давайте Введем какие-то функции Ж и Т От этого От X Так Мю Мю Равно нулю Значит вот у меня И у меня И у меня будет меняться От 1 до 8 Это у меня будет 8 уравнений Таких Которые мне будут Вот эти 8 переменных ТТА Фиксировать Да Ну вот Какие-то функции Ж Там от них Взял И вот 8 уравнений 8 переменных Значит Хорошо Решил И фиксировал Калибровку Решил Калибровку Вот И давайте Вот так поступим Посмотрим Вот на такой интеграл Дэпусета Значит это В каждой точке И Да Дельта Ж И Т От Это Мю От X Раз Два Три Все И назову я Интеграл Дельта Ж От Значит Что здесь написано Вот у меня 8 уравнений Так Вот соответственно У меня 8 дельта функций Будут Да В каждой точке Х Я У меня Это Неке уравнение Теперь Я беру Интегрирую В каждой точке Х По группе По группе То есть это Произведение Значит Произведение Интегралов Д У Этого Вот я в каждой точке Х Взял Группу Су3 Так Группу Су3 У нее есть Ну вот Х Икстовый Или Как это самое Икстовый Фуф Икстовая Элемент Икстовая группа Кругу говоря В каждой точке Я взял Отдельную группу Су3 Да Вот Элемент этой группы Назвал У Икстовая Тета Это его параметры Вот такие Я ввел в группу Отдельную В каждой точке Х Вот И Могу сказать Что такое Функциональный интеграл Функциональный интеграл Это я во всем пространстве По некой переменной Интегрирую Вот я буду по группе Интегрировать Интеграл по группе Я вам рассказывал Помните Да То есть Вот теперь Только такой Интеграл по группе У нас в каждой точке Пространства То есть Что это за интеграл Это на самом деле Какой-то корень Из же От это На дт это 1 Дт это 8 Вот это интеграл Смыслов Вот И все это зависит От x Вот Хорошо И я интегрирую Вот эти мои условия Они у меня должны быть Значит Выполняться Что-то получаю Да Вот это что-то Значит Это вот Дельта g от a Значит Смотрите У меня А зависит от тета То есть Это Я с какого-то А Стартовал И делаю его Калибровочное преобразование И по Этим Преобразованиям Интегрирую Вот Таким образом Я прохожу В каждой точке Всю группу Делаю все возможные Калибровочные преобразования Вот Вот это А Это А Это Равно Нулю Вот Хорошо Значит Это у меня Аналог Вот этих Дельта функций Которые у меня тут стоят Вот сейчас Ну на всякий случай Мы как бы не задаемся Такими вопросами Что можно ли Такой интеграл взять Может он там Вообще там Бесконечный Или еще какой-нибудь Плохой Значит Что такое Вот Значит Мы фиксировали точку x Вот это произведение Интегралов Во всех точках x Да Вот Мы фиксировали точку x Значит У нас есть некая Амю от x Оно есть функция тета Функция тета Некая Да Вот у нас 8 тета 8 уравнений Мы их решили Так сказать Дельта функция Нам У нас поставил На это решение Дала нам единицу Если бы мы интегрировали Там скажем По g Да Вот Мы интегрируем Под это Поэтому нужно будет Еще и кобиан Вот То есть В чем вопрос Вопрос может быть Такой А есть ли такое решение Или Единственное ли Такое решение Да Ну вот Вот этих уравнений Ну функции У тебя Произвольные Неизвестные Ну во-первых Я их буду брать Хорошо И мы будем считать Что решение Есть и оно Единственное Вот Чтобы все это Дальше Шло Правильный ответ Заключается в том Что на самом деле Оно Не единственное Но все эти Дополнительные решения В теории Возмущений Не будут Проявляться Так По крайней мере Во всем Что мы будем Рассматривать Поэтому Для нас Решение Есть И единственное Для этого Вывода Вот Поэтому Дельта функции Все дают нам Одно значение Когда интегрируется Оно зависит от Вот этого А С которого я Стартовал Вот Тут же я Вот это А начал Под это Менять Да Вот Я мог С другого Стартовать И его Менять Как-то Казалось бы Но Он зависит от А во всех Своих точках Как функционал Вот Теперь Я вам сейчас Покажу Что оно От него Не зависит Вот Это В некотором Смысли Это В некотором Смысли Должно Быть Понятно Потому Что мы Взяли Какую-то Конфигурацию Поля И по Всем Возможным Калибровочным Преобразованием Проинтегрировали Получили Некий Ответ Вот Если бы Мы взяли Другую Конфигурацию Поля Калибровочно Инвариантно С предыдущей По идее Мы должны Были Получить То же Самое Потому Что мы Все равно По всем Интегрируем Вот Давайте Это Покажем Вот Давайте Это Покажем Значит Как Мы Это Покажем Вот Покажем Это Следующим Образом Если Мы будем Вычислять От Какого-то Тета Штрих То есть Вместо Вот этого Я вот тут Взял А Тета Штрих Так И Относительно Него Начинаю Делать Калибровочное Преобразование Туда Подставлять Вот Сюда То есть У меня Вот тут Будет Стоять Тета Штрих Тета То есть Я на Тета Штрих А Тета Штрих Делаю Калибровочное Преобразование Тета Это У меня Будет Интеграл Д У Тета Дельта А Штрих Тета Вот Да У нас Интеграл По группе Определен Так Что Вот это Это Все равно Что Д От У Тета Штрих Тета Помните Мы Вот так Его Строили Замечательно После этого Я просто говорю Что это Произведение Ну Некий Элемент Из той же Группы Соответственно Это Вот Получается То же самое Понятно Или нет Я говорю Что Вот этот Вот этот Дельта Не зависит От того А По которому Я его Строил От Теты Того А По которому Я его Строил Что Нет Безусловно Он Калибровичный Эквивалент Он Не зависит Не От А Значит Смотрите Я взял Да Теперь Если я возьму Вначале Не вот это А А при Тета равном Тета штрих Вот А при Тета равном Тета штрих То есть Вот такое А возьму Сначала Вот Вот А А ты Штрих Возьму И по Нему Буду Строить Мои Новые А ты Это Два Штрихи Вот Их Вот сюда Вот Поставлю Значит И по Ним Буду Интегрировать Вот То Получу То же Самое Вот Что Я И Хочу Сказать Да От Того От Той Конфигурации Поля С Которого От Той Конкретной Теты Вот Тут Стоящей Тут У меня Сначала Стояло Тета Равное Нулю Я Понял Все Скры От Той Теты С Который Я По Который Я Начиная С Который Я Отсчитываю Вот Эти Теты Дель Тета Есть Калибровочный Вариант Вот Спасибо По-русски Вот То есть Эта Функция Значит Одинаковая На всех Конфигурациях Полей Которые Отличаются Калибровочным Преобразованием Другими словами Да Вот Калибровочный Вариант Чудесно Что Там У Нас Все Что Лишь Ну Тогда Все Значит Вот Следующий Раз Мы С Этого Начнем И Наверное Больше Таких Математических Не Будет Тебя 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 Тебя